Примерно вот здесь, или чуть за моей спиной, и умер Павел Рохлов. Был нанесен один удар. Его все видели, это было снято. Но по многим деталям того вечера остаются вопросы, потому что съемка велась на любительские камеры. А здесь, где каждый вечер выпивают и гуляют люди, никаких стационарных специализированных камер просто нет. Они появятся. По крайней мере, такое решение приняли в администрации города. Хотя его еще предстоит согласовать и с другими ведомствами. Стоить камера будет не меньше 2,5 миллионов рублей. Где конкретно и когда именно ее поставят, непонятно, но предположительно не раньше следующего года. Пока на Старом Базаре только вывески убеждают прохожих в безопасности. А мы решили понять, насколько вообще барнаульцы чувствуют себя под защитой. В плане защищенности, ну, наверное, нет, все-таки не чувствую. Если сам попадаешь в такую ситуацию, будет как минимум проблематично доказать свою точку зрения и отстоять свое мнение, защитить интересы себя, своих близких. Ну, в принципе, да. Чувствую себя защищенным. То есть и со стороны полиции, и со стороны гражданского общества. Почему нет? Вот таких пацанов мало, а всякие идиоты, типа майоры, сидят в кабинетах и ничего не делают. Что в прокуратуре, что в следственном комитете. Это редкостные, я уже говорил. Сотрудников патрульно-постовой службы на улицах мало. Об этом говорили и пользователи соцсетей, обсуждая убийства в центре города. Любопытно, что Россию в статистических подсчетах называют главным полицейским государством Европы. На 100 тысяч человек, по последним данным, больше 500 сотрудников полиции. По данным Краевой пресс-службы МВД, за порядком на улицах ежедневно следят около 360 человек в Барнауле. Это полицейские, росгвардейцы и дружинники вкупе. Плюс еще чуть больше 50 машин патруля и ДПС. Городская система видеонаблюдения – это государственная информационная система для сбора, обработки и хранения видеозаписей с камер, установленных в городе, предназначенных для повышения уровня безопасности. В Барнауле установлено 94 камеры видеонаблюдения в местах массового пребывания людей. Также работают стационарные и передвижные комплексы видеофиксации. К этим камерам добавьте телефоны любопытных прохожих и камеры на магазинах, банках, многоквартирных домах, которые устанавливают каждый по желанию. Они тоже глаза города, а значит, часть системы безопасности. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.